Это программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. Здравствуйте! В апреле прошлого года президент страны Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию дал старт масштабной дугазификации регионов. Это бесплатное подведение газа к земельным участкам. Как с этим обстоит дело сейчас в Рязани? Вот об этом сегодня мы поговорим с генеральным директором компании «Рязань Горгаз» Владимиром Ивановым. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Давайте начнем с общих каких-то цифр. Если говорить с общих цифр, то программа газификации города Рязани началась с 2021 года, когда было послание президента. И все структуры, включая и Горгаз, и администрация областная, и Городская включились в эту проблему. Были составлены планы графики. И по этим планам графикам мы сейчас работаем и осуществляем эту всю программу. На данный момент у нас 295 заявок, которые поступили. Из них мы заключили 171 договор, и 137 уже этих объектов построено, и газ до границы участков доведен. Это только цифры по Рязани, да? Мы говорим о городе Рязани. Если говорить абсолютные цифры, они не очень большие. Есть регионы, где все это селяется десятками тысяч. Но надо отметить, что город Рязань газифицирован на 100%. У нас почти нет... Белых пятен, да? Белых пятен, поселков или каких-то улиц, где газа нет. Это единичные дома, которые по каким-то причинам не успели сделать себе газ. У нас работал телефон горячей линии, мы собирали вопросы жителей города. Вот некоторые из них я бы хотел задать вам. Вот вопрос зрителя. Я планирую газифицировать свой дом, но прежде хочу узнать, что такое догазификация и какие условия должны быть выполнены для участия в программе? Ну, догазификация – это доведение до границы земельного участка, то есть до забора, за провода. И это все остается без взимания платы заявителя. То есть человек, имеющий документы на дом, на землю, имеет право подать заявку и согласно плану графиков и нормативного времени до конца года этого, 22-го, мы до участка газ доведем. Еще один вопрос. Я подавал заявку через сайт. Почему ее отклонили? У вас статистика есть? Отклоняется? Почему? Да. Вот если у нас было подано 295 заявок, заключенных договоров 171, еще где-то, наверное, 30 в работе, которые мы отдали на подпись или еще подготавливаем эти договора, то есть заявки, которые не соответствуют критериям газификации. Первый критерий – дом должен быть построен и зарегистрирован. То есть он должен иметь свидетельство, либо выписку из Росрегистра на право собственности, должна быть земля, приложены документы, копия паспорта и снился. Эти вот три основных документа, которые необходимы, чтобы в эту программу попасть. То есть эта заявка идет через портал единого оператора газификации, да? connectgas.ru. И через госуслуги, да? Ну, есть много там вариантов. Есть портал единого оператора газификации, есть портал госуслуг, есть услуга в МФЦ, то есть можно прийти, подать заявку в МФЦ, либо подойти в наш офис и там все оформить, то же самое. А почему и по какой причине число принятых заявок не равно числу договоров? Ну, мы сейчас уже говорили, то есть у нас бывают задвоенные заявки, то есть люди заходят на сайт ЕОГО, заходят на сайт госуслуг и для пущей надежности к нам приходят. То есть мы получаем на один объект три заявки. Понятно, там три делать договора на один объект, ну, смысла нет. Еще один вопрос. Много слышал о разных льготах и субсидиях на газификацию в разных регионах. На что можно рассчитывать в Рязани? Если выплаты и льготы есть, кому они положены? Есть главная сложность, которая заключается. То есть мы доводим бесплатный газ до границы участка, а внутри участка и в доме заявитель должен сделать все за свой счет. То есть он должен сделать монтаж газопровода, приобрести оборудование. Вот во многих регионах, в том числе и в нашем, есть социальные программы. Это больше не наши там программы, понятно, это программа социальной защиты населения. В Рязанской области это многодетные семьи и сейчас еще включились там малоимущие. То есть они имеют право на дотации. Да, у нас, я так понимаю, правительство принимало поправки о компенсации части затрат для малоимущих. Вот именно как раз, что касается доведения от участка до дома. То есть до участка бесплатно, а все остальное на этот субсидии выделено. Там какой-то расчет делает Министерство социальной защиты, в зависимости от достатка семьи или от количества детей. Там суммы разные рассчитывают, все это уже лучше у них. Да, это верно. А самый главный вопрос, во сколько обойдется дегазификация? Сколько стоит весь этот комплекс услуг по приобретению и доведению от участка до дома? Ну тут как бы из трех частей. До границы участка мы доводим бесплатно, то есть это 0 рублей. В границах участка, там монтажные работы, там газопровод до дома и в доме. Тут есть два варианта. Либо это как бы от нас комплексная услуга, и это делает Горгаз по ставкам, который у нас регулируется государством, нашим РЭКом. Либо он может нанять любую частную компанию, которая имеет СРО, лицензию, ну право на проведение этого вида работы. И там стоимость оборудования. Причем стоимость оборудования, вот, невзирая ни на что, она осталась там повязательно, как она была. То есть, вот и что в том году, что в этом, рост не очень великий. Ну примерно о каких цифрах мы можем говорить? Вот там плюс-минус. Ну вот, выезжая сюда, я зашел в наш магазин, могут все люди прийти и увидеть. У нас плиты от 12 600 рублей. Это 4-комфорочная наша отечественная плита. Разброс цен может быть большой, потому что есть импортные плиты, есть плиты класса люкс. А мы возьмем средний ценник, да, ну 12 600. 12 600, ну 18. Это вот качественные, хорошие отечественные плиты с хорошим дизайном и с хорошим качеством. Если мы говорим об отечественных котлах, отопительных, то это от 23 до 40 тысяч. В зависимости от мощности, от площади дома и всего остального. Проведение самих работ сколько стоит внутри участка? Это опять зависит от объема дома, потому что в этой программе нету лимита ни на количество метров квадратных дома и метров до дома. Поэтому мы просто делаем договора от 45 до 140 тысяч бывает. Ну, разные есть дома и нам очень сложно. Ну да, понятно, что рассчитать с какой стороны к дому врезаться, да, это каждый... Знаете, это можно сделать очень просто. Можно подать заявку и увидеть там проект договора. И вы там все увидите. И у вас уже есть право либо там подписывать, либо нет, либо изменить эти условия договора. Есть несколько вопросов у нас, касающихся дачных домов. И если объединить их, то вопрос прозвучит так. Можно ли дачный дом газифицировать бесплатно? Что считать бесплатно газифицировать дачный дом? Во-первых, дачный дом, если он оформит собственность, имеет свой земельный участок, также имеет свидетельство, он имеет право подать заявку. И мы в рамках этой программы доведем бесплатно до границ общего земельного участка садоводческого товарищества. То есть, не к дому дачи, а к общим границам дачного кооператива. Это мы делаем там бесплатно. И у нас таких заявок много. А дальше их право решать, то есть, обращаться именно к вам или к частным каким-то компаниям? А дальше они, в принципе, должны совместно решить, то есть, есть общее собрание на этого кооператива, они должны понять и решить, что они будут строить. Они строят общие сети, и уже они разводят по самому участку, потому что их не общая долевая собственность, и они сами решают, кто строит, как строит, и что с этим потом делать. А вот скажите, в вашей практике случалась самостоятельная врезка в вашей сети? То есть, без привлечения каких-то частных компаний лицензионных, без обращения к вам, самостоятельная врезка? Нет. Понимаете, что такое самостоятельная врезка? Либо это уже воровство, что в принципе ворда Рязани мы за ближайшие много-много лет не наблюдаем. Строить могут, да. Вернее, за это время очень много воды утекло, уже в 14-е годы действует программа технологического присоединения, и до границы участка к запроводу доводим мы. Это либо платно, либо вот сейчас бесплатно, а в границах участка сейчас уже люди сами строят. Никаких врезок самостоятельных уже нет. А вот, кстати, санкции, которые введены, они как-то повлияли на дегазификацию? Ну, я считаю, что нет, потому что на данном этапе все, что нужно для дегазификации, трубы, запорная арматура, газорегулирующая арматура, бытовая газовая аппаратура, абсолютно вся наша. Российское? Количие, российское, вполне прилично, очень хорошего качества. Чтобы в этом убедиться, можно просто зайти в магазин и это все увидеть. А вот импортозамещение работает, вот эта история в Газпроме? Она, по-моему, уже работает много-много лет, поэтому сейчас про нее даже как-то и нет смысла говорить, потому что трубы отечественные. Это по умолчанию уже, да? По умолчанию я уже в Газпроме 26 лет, в 26 лет все трубы были всегда отечественные. Так же, как и краны, задвижки, запорная арматура, газорегулирующая, плиты, они всю жизнь были наши отечественные. Прекрасно. Тут никакой темы волноваться нет. А сроки? Успеете ли завершить дегазификацию до 2023 года? Могу точно сказать, что да, потому что у нас есть разработанный план графика выполнения работ. Мы сейчас идем с некоторым опережением, если честно, мы планируем в конце октября все работы там завершить, чтобы в зиму не уходить и не ковырять землю под Новый год. То есть, все работы будут сделаны, это отчасти зависит и от активности жителей. Если будет больше заявок, начнем большее сделание. Силы и как бы средства на все это есть. Ну, то есть, стоит обратиться, да, к жителям, кто еще... Обязательно. Скажем, в процессе нахождения решения, да, то есть, нужно, не нужно, лучше сделать сейчас, чтобы все это было быстро и... Я думаю, что это очень такой шанс это сделать именно сейчас. То есть, что нужно сделать? То есть, можно подать заявку онлайн, это через единого оператора газификации, через госуслуги или прийти лично в офис, можно... Можно... И так, и так, и так. Прийти в офис, им нужно всего только, грубо говоря, три документа. Копию паспорта, снилс и документы на дом. Да, то есть, семашка 18. Семашка 18, да, там есть центр клиентский, это представление единых услуг. Придете, вам бежки там все объяснят. Если даже что-то у вас не будет, вам все объяснят, что нужно сделать. И вот вопрос в продолжение. Человек говорит, я подал заявку, когда мне проведут газ. То есть, как вы включаете в планы новые заявки? Ну, после получения заявки человек получает там договор. В этом договоре указан срок. Потому что там зависит от протяженности, от разных факторов. Поэтому в этом договоре прямо четко написано, там сколько дней или срок. Поэтому каждый, кто сделал заявку и получил договор, там этот срок прописан. Ну, это не затягивается, скажем, на месяц, на два, на три, на четыре? Ну, стандартный срок либо 30, либо 135 дней. То есть, все равно нам нужно сделать проектную документацию, согласовать. В городе сложно строить. Тем более, есть объекты типа дачных кооперативов. Там есть протяженности очень большие. По 4 километра. Это очень сложный объект. Вы работаете вообще по всей Рязани? То есть, самые отдаленные районы тоже захватываете? Все, что входит в границы города Рязани, мы включаем. В таком случае, Владимир Николаевич, еще раз обратитесь к рязанцам. Я думаю, они вас услышат. И те, кто до сих пор был нерешительным, все-таки сделают этот шаг. И ускорят свою дегазификацию своего дома. Да, конечно. Очень бы хотелось, чтобы все, кто имеет дом и кто имеет на земельные участки, обратились к нам через сайт госуслуг, через единого оператора, либо непосредственно Семашка-18. Приходите, пишите заявление. Мы вам сделаем договор и бесплатно до участка доведем газ. Спасибо за обстоятельный разговор. Это была программа «Городские встречи». Я напомню, гостем у нас сегодня был генеральный директор компании «Рязань Гургаса» Владимир Иванов. Спасибо вам. Мы с вами еще увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова